19 октября в детском саду номер 31 «Улыбка» города Каспийска прошел день открытых дверей, который позволил родителям воспитанников поближе познакомиться с дошкольным образовательным учреждением и вот традициями, правилами и задачами воспитательно-образовательного процесса. И начнем мы сегодня нашу экскурсию по детскому саду с первого этажа. На первом этаже, дорогие родители, у нас располагаются административные кабинеты и кабинеты узких специалистов, педагога-психолога, учителя-логопеда, спортивный зал и музыкальный зал. Ну и в центре первого этажа у нас воссоздан мини-музей традиций и культуры народов Дагестана. Отметим, что подобные мероприятия выстраивают доверительные отношения и вовлекают родителей в жизнь детского сада. Сотрудники учреждения показали им, что здесь создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. Одной из задач, над которой работает детский сад в этом году, является развитие физической активности детей. Вот в своей работе я решила уделить этой теме одно из центральных мест. Мы проведем сегодня небольшой такой фрагмент, мастер-класс из моего занятия. Вскоре коллектив провел с гостями дошкольного образовательного учреждения оздоровительной тренировки в обновленном спортзале, чтобы показать деятельность педагогов, а также развитие физической активности у ребенка. Кроме того, родители также посетили сердце детского сада. Это кабинет психолога Татьяны Расуловой. Обычно у меня здесь этот кабинет приходит для более такой личной беседы. В таком количестве родители одновременно посещают мой кабинет впервые. Ну, я рада, собственно говоря. Меня зовут Расулова Татьяна Исламовна, я педагог-психолог. Психологом работаю достаточно давно. Здесь работаю со дня основания дошкольного учреждения. Да, с некоторыми родителями из вас я знакома лично, с некоторыми мне еще предстоит познакомиться. Также заведующая детским садом номер 31 Елена Загорная ознакомила родителей с меню. Она подробно рассказала о блюдах и режиме питания. Здесь учтены все приемы пищи с учетом выхода блюд и калорийности. То есть на сегодняшний день каждый из родителей в рамках рабочих комиссий, которые иногда у нас проводят проверку по детскому саду, выполнение суточных тонн, имеют право заглянуть в группу детского сада и проверить. Важно отметить, что в текущем году в дошкольных образовательных учреждениях была повышена родительская плата. В связи с этим было принято решение об уплотнении полдника. То есть сейчас в него входит не только десерт и напиток, но и второе блюдо. Сегодня мы напомним гречку и сосиску. Так, у нас горячее блюдо, ну правильно, да? И какао. И какао, да? Вы помогаете нашим воспитателям сервировать столы, все верно? Ну и желаете, конечно, всем нашим родителям сегодня приятного аппетита. Стоит подчеркнуть, что в программу мероприятия также вошли мастер-классы с педагогами, групповые родительские собрания, дегустации блюд и открытые диалоги с сотрудниками сада. По словам Елены Загорной, подобные мероприятия планируются сделать традиционными.